Всем привет, ребятки! В этом ролике я вам расскажу, куда я инвестировал деньги для того, чтобы заработать через время в два раза больше. Для тех, кто не смотрит мои стримы, я вам покажу, что изменилось в моем аккаунте. Смотрите это видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а для того, чтобы начать свою ру, отлично, прям с кайфом, вводи мой промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, он даст тебе приятные бонусы. Начнем с того, куда я вложил деньги, куда я инвестировал, потому что на меня это не похоже, я любитель тратить деньги, быть в долгах, а здесь я решил именно инвестировать в будущее. Я почему-то уверен в том, что я сделал все правильно и уверен в том, что я смогу заработать. Я себе взял вот такой вот сет, называется он Киберпанк, ну то есть я не сет, а набор. Вот тот самый набор, стоит он 30 тысяч доната, то есть у вас есть два пути, либо купить его за донат, либо купить его у игроков. Я его купил у игроков, я его не покупал за донат, выйдет обновление, этот набор уберут 100%, потому что этому набору уже 4 месяца. Его добавили еще 11 мая, а сегодня, как вы знаете, у нас уже сентябрь. Другие наборы не такие интересные, именно в этом наборе почему-то я уверен, потому что вспомните просто ситуацию с крыльями, с мышами и так далее. То есть это очень хороший набор, потому что здесь есть маска, которая как бы делает такое дыхание красное, такое ядовитое, понимаете. Здесь получается катана, которая у вас в руке, и есть скин, который меняет стиль. Но в любом случае я решил взять полностью весь набор, мне кажется, что целиком весь набор можно будет продать дороже. Итак, ребятки, давайте я вам на личном примере покажу, что сколько стоит у меня на серваке, а вы потом уже от этого будете как-то отталкиваться, я не знаю. То есть вот мы смотрим, катана, последняя продажа 65 тысяч. То есть, ну в принципе нормально. А маска 110 миллионов. То есть если мы купим, к примеру, я вам говорю, на своем серваке, если мы покупаем маску, покупаем, допустим, катан там за 60, это уже 160. Ну и скин где-то стоит 15-17 миллионов. То есть это у нас получается где-то, ну 175 миллионов вам нужно будет потратить, чтобы купить весь набор. Темка такая для тех, у кого есть бабки, либо для тех, у кого есть донат. Но я на это очень сильно надеюсь. Я считаю, это очень хорошая инвестиция. И та же самая маска может подорожать там в два раза. По поводу скинайка там ничего сказать не могу, но в маске я уверен, что она подорожает, потому что подобные ассессуары всегда стоят очень дорого. Теперь, ребятки, я предлагаю перейти к моей семье, потому что я создал ее около 4 месяцев назад. И мы создали ее с нуля, абсолютно с полого нуля. То есть я пошел в администрацию области, создал полностью Фому. То есть там не было никаких улучшений. Мы купили вот этот особняк за 250 миллионов. Но за это время произошли очень приятные изменения. И сейчас я вам хочу показать, что происходит с Фомой на данный момент. То есть название семьи я не поменял, хотя я говорил, что это временное решение. Но ничего лучшее я придумать не могу. Мне кажется, нормальное название, с ним ничего делать не нужно. То есть я здесь купил все самое необходимое. Все остальное, я считаю, это ненужная темка. И смысл тратить на это ваучеры я не вижу. Все остальное я не вижу смысла покупать. Поэтому просто ждем, когда выйдет обновление, чтобы потратить вот эти ваучеры. У нас уже 2500 ваучеров. По поводу автопарка. Машины у нас здесь как бы не особо такие прям жесткие. Две М5F90, две GMC. Также мы купили Маврик за ваучеры. Очень прикольная тачка. Доджрам для того, чтобы ездить на ВЧ. Ну и два мотоцикла. По поводу склада. Склад ну такой, скромный как бы, ничего такого нету. А так в целом больше нечего рассказать про Фому. Просто хотел вам показать наши успехи. Спустя там несколько месяцев. Потому что многие даже не знают о том, что у меня есть семья. Она у меня как бы есть, ребята. Она прокачанная. Все, что надо в ней есть. Поэтому кто желает, можете к нам приходить. Я буду вам рад. Ну а теперь давайте, ребятки, перейдем к моим автомобилям, которые у меня появились за это время. У меня появилась просто моя любимая машина. Я считаю, это самый просто красивый автомобиль, который был создан человеком. Это BMW M5 E60. Я дал за нее 300 миллионов. Но я ни капли не жалею, потому что сейчас найти M5 E60 очень сложно. И тоже очень дорого. Здесь еще и фары теперь стоят. Мне их подарили на день рождения. Эту машину у меня была еще в июне. А сейчас сентябрь как бы. Фары зеленые мне подарили ребята с моей Фомы. Это Эмили, Милка. Получается, это Стас и Смурф. Он же Микки. Им реально огромное спасибо. Просто прям в тему подарок подарили. Потому что я сюда очень хотел фары. То есть да, здесь там много владельцев. Мне на это все равно. Я вам это всегда говорил. То есть здесь у нас практически фул зелень. Я сюда хочу поставить пневмоподвеску. Зеленый дрифт дым. Либо розовый хочу поставить. То есть нужна пневма, дым и долбак. И это будет фул зеленая машина. Ну и также помимо тюнинга здесь стоят номера. Которые я приобрел за 37 миллионов. По-моему. Я точно не помню. Ну и также стоит еще бренд рамочка. Я считаю тоже смотрится довольно-таки солидно. То есть да, без рафики конечно выглядит довольно-таки печально. Я думаю сами это видите. Но я играю за рафикой. Самое главное, что для меня она симпатичная, красивая. Ну а за рафикой конечно же тачка выглядит совсем по-другому. Это если что необычная рафика. Это графика Directrice 3.0. Все настройки там, мои графики. Как поставить такую графику. Есть у меня в телеграм канале. Поэтому кому интересно. Можете зайти посмотреть. Ну и следующий ребята автомобиль. Это Ford Mustang. Короче Ford Mustang. Который был 2 года назад в наборе. Это просто редкая машина. Вот чтобы вы понимали. Это было утро. Где-то было 7 утра. Я вот так вот заезжаю на Ашик. И просто вижу этот хуникорн. За 50 миллионов. И я думаю, блять, надо его брать. Потому что мне внешне этот автомобиль очень нравится. Да, за 50 миллионов здесь нету ни хрена. То есть это просто ФТ-шный автомобиль. Но я не мог пройти просто мимо, ребята. Мне эта тачка внешне прям очень сильно нравится. Я не знаю, поймете вы меня или нет. То есть 11 владельцев. Ну просто ФТ-машина. Чипсы доставить нельзя. Вы могли подумать то, что возможно я ее купил для того, чтобы там забивать. Забирать рекорды на дрифте. Забирать топы. Но как бы я на ней дрифтил. Она очень хорошо дрифтит. Хорошо управляется. Задний привод. Но проблема в том, что здесь нельзя поставить пневмоподвеску. Здесь нету клиренса. Если бы можно было бы сюда пневм поставить. Я вас уверяю, что это была бы, наверное, одна из топовых машин по дрифту. И если сюда поставить до бак. Будет бак 250 литров. То есть это очень хорошо. А так в целом, да. Я собрался эту машину собирать. Я хочу сюда поставить. Красный дым. Статичный красный неон. Красные фары. Стробоскопы. То есть хочу ее реально собрать. Итак, ребятки. Давайте теперь пообщаемся немножко по поводу скиллов и навыков. Просто вам покажу, что как бы изменилось. Что не изменилось. То есть мы нажимаем скиллы. Я вкачал максимальный скилл уборщика. Да, я наконец-то это сделал. Хотя вкачать этот скилл просто, ну, это максимально легко. Следующая цель это вкачать максимальный скилл таксиста. Мне для этого надо еще 8 скиллов. Также хотел бы вкачать максимальный скилл угонщика. Хотя изначально я хотел вкачать только 35-й. Потому что выше нет смысла качать. Но было бы тоже прикольно, если бы здесь был бы максимальный скилл. Ну и также хочу вкачать максимальный скилл на фрезеровчике. По поводу навыков. Я сейчас коплю спец очки. Делаю это, конечно, очень плохо. Очень плохо коплю. У меня всего лишь там 600. Надо хотя бы на обнову 1002. Из того, что изменилось, я купил себе авторитета. И что-то еще там купил, я точно не помню. Кстати, авторитет реально очень полезная темочка. То есть реально помогала. Ну а так, в целом, вроде бы больше ничего такого я не покупал. Тоже, как и вы, жду обновления. Коплю спец очки. Надо будет сделать ежедневочки там и так далее. То есть, ну я думаю, вы понимаете. Ну что ж, ребятки. Я думаю, на этом моменте можно как бы заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Я вам как бы рассказал про свою инвестицию. И вам посоветовал этим заняться. Но тут уже решать вам, как бы, прав я или нет. Стоит вам вкладываться в данную темку. Также я вам показал свои новые автомобили. Показал изменения по фоме. Показал вам свои скиллы на работах, что изменилось. Ну и также навыки. Надеюсь, что вам такой ролик понравился. Вся информация в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.